Сегодня быть вместе. И вы знаете, хорошо от того, что нас сегодня объединяет одна очень важная тема, тема, которая каждого из нас касается, это тема воскресения. Даже те люди, которые сомневаются в воскресении, не верят в это, они все равно внутри сердца, в сердце своем, они надеются на то, что их не сомнения, они лживы и обманчивы, и все-таки они воскреснут. Вы знаете, эта тема, она объединяет нас вместе, потому что мы можем сегодня верить в Иисуса Христа. Мы понимаем, что Он является залогом нашего воскресения, потому что когда-то, две тысячи лет назад, совершился прецедент, то есть было воскресение, о котором повествуют сегодня не только христиане, которые верят в Иисуса Христа, не только стихи, песни мы слышим в воскресении. Мы знаем очень много исторических фактов, о которых описывают историки того времени, такие как Осип, Клавий, Корнили, Тацит, которые пишут о том, что был Иисус Христос, и Он воскрес чрезвычным образом. Но есть еще нечто, что нас всех может объединять, это общее пение. Когда мы вместе поем. Вы знаете, издревле люди, они объединялись вокруг определенных гимнов, псалмов, песен, тогда, когда собирали урожай, когда шли, может быть, на войну, тогда, когда вместе праздновали какие-то праздники, люди пели вместе. И мы предлагаем, чтобы сегодня на нашем вот этом торжестве, воскресении Иисуса Христа, тоже звучали общие песни. Они будут проецироваться, тексты этих песен будут проецироваться, и мы вместе будем петь с вами. Так я прошу, давайте будем дружно петь, смотря друг на друга, смотря на то, что слова о воскресении Иисуса Христа, они сегодня наши сердца наполняют надеждой. Песень «Я знаю, жив мой искупитель».